всем доброго вечера дорогие мои ну вот сегодняшний вечерний ролик я посвящаю на тем опять же вопроса моего подписчика это том что почему сейчас при сдаче квартиры обязательно здесь в анкаре вот так вот мой подписчик столкнулся в анкаре с вопросом аренды квартиры и ему сказали что нужен мимур мимурлара короче и поручитель нужен короче с чем это связано с тем что оплата не оплата вот это тоже имеет место конечно оплата тоже но я хочу сказать вам вот что но я думаю вы меня наверно поймете да сюда переезжают мигранты это не наши не из снг отнюдь нет ни из россии ни из украины отнюдь нет вот наши то в том-то и дело что порядочные из снг россии порядочные квадранты даже слов нет я сразу скажу а вот видите как вот мигранты разные бывают и и вот на огне говорят же на костре виновных невиновные горят да вот снимает обычно здесь вот ира из ирака тоже из сомали из других африканских стран или арабских стран тоже один человек снимает 15 человек живет а то и 20 представьте себе да вот три плюс один а там целая армия вот поэтому не хотят этого бояться больше всего и даже и даже я скажу даже некоторых даже домах и не продают даже у меня был друг он сам из казахстана грек он приезжал в это работал сочи каким-то дизайнером но он постсоветское время уехал греции стал гражданином греции он сам игре константин как-то его фамилия брата полиде что ли только лидер топа лидер хорош парень такой он сказал что у них греции короче вот так вот того что есть районы даже туда там даже ты захочешь квартиру тебе не продадут я уже не говорю когда барин ягра почему там год только по рекомендации рекомендательного характера не хотят чтобы горит это там очень год трудно вот арендовать год даже купить там год просто так как это не купишь как квартиру вот здесь вот такая же ерунда но обратную сторону раньше сдавали всем кому попало а потом поняли что это негативным и самое главное потом же спрашивать за хозяина квартиры вот поэтому не старается не сдавать или вообще не сдают только мемор спрашивать даже самим туркам даже гражданам ту год я иногда смотрю уличный репортаж есть это интернет есть это и телевизор показывают там некоторые женщины чуть-то не плачут а все обычно женщина выступает тут сама что у тебя двоих детей выращивают троих детей выращивают а мне уже не хотят сдавать квартир говорят мемур надо мемур вот мемур это вот анкару называют городом мемуров то есть образованных людей вот поэтому есть у вас будут требовать например документ об образовании вы всегда с собой носите например если у вас есть диплом до высшем образовании а среднем образ но таком абсолютно техническом диплом да чтобы она был переводы на турецкий язык здесь переведите и печать на также чтобы вас было что вы грамотный человек все это я думаю при аренде не помешает так у меня сейчас будут требуют вот сейчас как начали не сейчас уже где-то когда же права-то меняла ой 2015-м я сдал 6 месяцев ждал пока отправились сибирь это самое вот пока от подтверждение про что что не куплено где на подворотне после этого меня пригласили через 6 месяцев и далее и тогда мне сказали ничего подобного еще нужен заверена копия диплома об образовании любого образования можно и лицея подойдет и техникум и университет все но у нас у всех почти в основном университеты вот поэтому вот сейчас на это смотрят хотят сейчас качественно как-то это да поэтому ничего удивительного я в этом не вижу что вам сказали мимо но вы можете диплом свой отца вот так вот и поручителя найти поручителя найти вот я же говорю не в каждом доме вы здесь тоже есть района дома которым даже риэлтора не будут продавать квартиру иностранцам еще иностранцы сразу трансроды сразу посмотрят европейские это какой-нибудь это вот моим друзьям вот которые квартиру сейчас берут в этом доме там этот риэлтор сказал там иностранцев нет кроме одного азербайджанца который грамотно образованный гражданин он живет тоже больше иностранцев нет сомалийцев все вот это не пускает не пускают не пускают не продают и нет потому что там толпа будет 10-15 человек поэтому сейчас идет качество улучшение вот этого и это не значит что это наши наших то наоборот у нас я вот сколько знаю наших я и россиян и украинцев и белорусов да вообще казахстан азербайджан вот наши снг да и чего его так перечислять то снг будем говорить я не видел чтобы не было доброс не добросовестных плательщиков или чтобы там они устроили там короче будешь мундеж шалтай болтай или притон нет такого нет вот а вот видите как в огне невиновных горят виновные виновные горят невиновные поэтому да будут требовать да вот вам правильно сказали вы сказали что вы не могли снять ну во первых я скажу одно квартир полно для аренды дорогой сегмент а дорогой сегмент в анкаре на аренду это начинается от 15000 но сейчас и за 15 не найдешь месяц найдете где вот оваджики подальше начну так чуть-чуть да ну булду 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 или булду вот это в местах там даже можете за 7 за 8000 10 тысяч найдете а вот кичурени ну кичурени тоже большой есть такие районы которых можно еще наверное 7-8 тысяч снять я так думаю я так при бы хотя могу ошибиться сейчас болеть сейчас нельзя ничего говорить я вам честно скажу ребят не буду врать что потом вы мне сказали старик наврал короче сейчас вот 8 9 тысяч снимать квартиры 10 тысяч почти нереально вот дорогой сегменты это 20 тысяч 30 тысяч месяц до хороших в домах таких там ну там хаммам там всякий там шалтай болтай там всякий там это ну там все такое да вот будто там сетей там можно да а кто потянет 20 тысяч миллионер что ли если дочку миллионера топчет что ли чтобы эти 20 тысяч найти для того чтобы таки это надо дочку миллионера топчать топтать тогда другое дело а так ты где найдешь ты нарисуешь что ли эти деньги поэтому вот такое вот это вот такое вот это дело до аренды аренды почти нет а вот продажи мы сегодня по пути заходили еще в одно агентство по делам короче и там прямо стена вот такая вот он вроде не большая агентство маленькое агентство такое не такой же сам маленькое агентство такое там ключи прямо висят вверху вверху донизу я этого спрашиваю вот этого директора не молодой парень такой агентство арендали продажи ни одной аренды все продажи там ключей наверно сотни две на ли веселье вот такими брюки брюки там надписями каким-то ну вот и адрес и вот так они висят вот так вот продажи полно опять же видите как для иностранцев покупка квартиры до хорошие квартиры хорошие квартиры нового образца я не веду дорогие они еще дороже становятся если например там платит еще этот долбанный налог на налог я вам скажу ребята там это вот считайте да если если не был пять лет собственности да сегодня посчитали да есть квартиру оценит вот два ну достаточно счастья поэтому курсу доллара на 2 миллиона но если запасом возьмете 2 миллиона 100 да как все умные люди делают да запас говорят же не мешает да потому что всякое бывает завтра такой курс но я не думаю что сейчас слишком много вот алира будет падать потому что центробанк увеличил ставку вот это 17 25 но все равно мне сегодня по телефону когда сказали а человек вот такой грамотно образованный но он сказал говорит 479 тысяч если там оценит его как положено для ванна же 2 миллиона 100 тысяч вот представьте себе но сказали еще один вариант есть это вариант такой что если иностранец хочет купить эту квартиру для ванна же им надо найти турка с чистой кредитной истории чтобы не был купли-продажах замешан чтобы на нем ничего не было чтобы такого что вон это самое да они тут сразу секать что ты моментом и вот сначала год на турка на турец гражданин оформляешь потому что тому невыгодно показать это 200 и лежит эта сумма накладывается на этого человека вот на покупателя это мама не горюй 500 тысяч сверху доплатить о тогда тот продают этому турецкому гражданину по документам 500 тысяч потом потом вот разница деньгах вот это да например отдает наличка ему и он избегает вот это 400 ну 500 тысяч налогов но потом уже этот турецкий гражданин перепродает это иностранцу если у него чисто все никогда не был замешан купли-продажах что-то такое вот так можно делать но это опять же видите как это такое рисковое дело ребята мало ли чё нафиг на оформишь человеку ну а форму что человеку оформишь а вдруг от человек завтра умер нафиг или чё-то не дай бог или вообще нафиг скажешь моя квартира на валяции иди докажи что у нас сговор был такой а чем ты докажешь то и все на ничего ты с ним не делаешь поэтому я же говорю когда деньги видят деньги в один карман залезаешь а это на другой карман поэтому очень я лично за такой бы не взялся никогда во-первых чужой никогда не могу даже вот на один день держать даже если меня попросят мои друзья даже никогда чтобы на себя оформить за их не деньги а потом им же это не не это не мое но говорят делают говорят делают делают а когда вот если например за 6 за 7 миллионов покупать есть такие а извините налог знает там какой из за 6 за 7 миллионов покупает вот если он меньше пяти лет собственности налог 2 миллиона 100 2 миллиона двести тысяч представляете поэтому могут и на этом и заработать турецкие граждане договариваться например вот там миллион да вот но там давай я тебе хотя бы все в это время даже хоть 500 тысяч экономить полтора миллиона тебе дам короче чтобы это самое да давай на тебя сделай потом ты на меня в он же полтора миллиона но опять же это такое грязное дело я вам скажу ребята вот мало ли чё в жизни бывает вот потом вы захотите квартиру купить или же эти люди короче мало ли чё что случится всякое может быть чужую вещь даже у себя один день держать страшно это я вам скажу чужая вещь чужая вещь ну что ж ты тебе заплатили ну и что нафиг эти деньги не будут тебя греть поэтому находят выход да ушли риэлтора находят выход вот но сами то они не смогут потому что у них на них столько уже квартира оформлены переоформлены их на родним а там вообще некоторые на этом деньги делают зарабатывают неплохо вот поэтому единственный выход это или же оплатить налог иначе оплатитienia то хозяин квартиран или же извините найти квартиру которую бы было более пяти лет собственности тоже найти квартиру это квартир если больше пяти лет собственности sampai來 квартире лет пятнадцать-двадцать ему дум Cameron не всегда на хорошем состоянии очень много домов здесь есть в анкаре район хороший район вот айвалы да хороший район да вот так вот это ну вот это идет османы это самый торговый центр хорошие дома стоят но не так видно которым 40 50 лет там нет ни лифта ничего не даже некоторых вот газовое печное отопление соба называется то историю короче да или вот из такого старя придется выбрать да или вот так вот как-то вот так вот очень трудно очень трудно новых домах найти очень трудный вопрос это вот поэтому я же говорю усложнило сейчас слишком вот с этим правилам в нж усложнило слишком вот это а вот когда аренда не дают всяком это очень хорошо потому что извините арендатор арендатору рознь я вот видел арендаторов в анталии до мама родная там толпы к ним гости толпы родня толпами там коридор выходишь короче ступать негде ногой туфли женские мужские детские вот так вот пар наверное 50 гар 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 с утра до вечера короче какая там жизнь будет вот поэтому не не вот сейчас делает видите как очищение вот так вот делать но я еще раз хочу сказать что иностранец рознь наши люди но такого не делают у нас снимает муж женой сняли на промаде два ребенка живут тихо мирно спокойно к ним и гости никто не ходит и они как-то никуда не ходят вот создавать толпу не любят но разве что день рождения какой-нибудь так это сам бог видел над или какой-нибудь такой вот это а вот каждый день каждый каждый толпами каждый толпами короче вот так вот так что ужесточение она и помогает с одной стороны больше конечно помогает и с одной стороны как бы даже делает жизнь немного трудновато для иностранцев а то я же говорю можно было бы купить квартиры очень дешево даже без квартиры которую можно купить но опять же не всякий там укажет тапу ту сумму как за которым купил понимаете бывает так например если человек например купил эту квартиру он там когда покупал показал от силы 500 тысяч вам же надо чтобы на получат в нже минимум еще миллион шестьсот сверху вот представьте себе могут этот вот это пятьсот остается с миллиона шестьсот могут с вас деньги задать налог так что а здесь налог моментом может даже в течение года против кого-ка но она все равно придет налог очень здесь налоги вообще такое дело что вы мама не горюй вот такие дела ребята так что вот вы мне говорите что вы ищете вот в анкаре чтобы я бы я не смогу вам в аренде помочь ничем и даже даже невозможно что вам помочь где-то днене не невозможно я же говорю аренды спа вы уже сами сказали сегодня что аренды скаль не могли найти и не сможете потому что у них нету было бы они бы с удовольствием бы агентство недвижимости с удовольствием это нету редчайший случай когда где-то какой-то но это будет такая квартира что или водром короче низ короче или разбитая убитая квартира со старой пахнущей какой-то вот приторным запахом мебелью да а так нет я же говорю вот у меня вот мои друзья из кавказа да воду вот честно вам скажу вот сколько мы квартир смотрели ни один потому что действительно вот одна только более-менее напротив парк и чистенькая квартира там люди на хозяева жили но опять же там вот такой был подъем вот такой был способ а так квартира ничего напротив парк напротив магазин вот такой подъем вот такой вот я же говорю остальные вот даже ровно месяца некоторых даже вообще там блин стены вот так уже на продажу это на продажу вот который подходит под вы ножи но извините заради того что получить вы ножи ты же не будешь покупать извините хибару какую-то убитую правда жда хочется нормально вот я же говорю вот одну только она как зашла она такая довольная стала на год вот это 10 10 но и продавец квартир тоже солидный человек у него свои несколько квартир у него свой собственный вот этот автосервис собственные вот эта фирма человек не нуждающийся как бы это и он короче так обставил такая мебель шикарная там стерновье вот чистенькая квартира уютненько она сразу сказала вот это больше этой квартиры я не хочу из 13 или 14 квартир вот а квартир полного сегодня этот сказал четко сказал чтобы показать ту сумму которую из 132 квартир и 100 квартир только из 132 квартир только могут показать полную сумму за которую покупают и 102 я города вы чё серьезно города юзде и кей и ста 2 я горит она на убитый да но в этих районах нету такой к в этих районах горни десла дальше говорит от айвалы километров 6 7 где-то там есть наверху а там извини меня тоже добираться до центра это куда-то это самое хотя здесь везде есть свои школы ну что но хочется как-то более такой цивилизованный тоже чтобы дал момента ну что как бы остановочка автобусный магазине все ну да вот моим друзьям повезло там у них сразу и там и магазины шок бим стадень все рядом он бы не спустился тут же все остановка автобусной ровном месте там красота все нормальный дом вообще свеженький 11 12 лет такую вообще не найдешь поэтому я же говорю найти очень трудно если вам какой-то помогай-ка скажет что это найду сто процентов я не думаю что нет пикнет какую-нибудь это поэтому сейчас я думаю что вот покупать квартиру для получения в ножи или надо иметь эти деньги вот сейчас чтобы покупать квартиру чтобы показать два миллиона сто да вот поэтому да у вас должно быть в кармане минимум 2 миллиона семьсот тысяч но опять же это квартир не будет идеально сам идеально это будет если вы на при более-менее идеально до бюджетный вариант но хороший удачный я да я бы сказал да это кармане иметь минимум 3 миллиона это если найдет такую новенькую вот как эта квартира да а и еще подготовки короче к нему налог он покажет например 2 миллиона сто тысяч два миллиона 200 но остальное будет короче налог почти 500 600 тысяч почти вот как понимаете вот это вообще оба представьте за налог с одной квартиры можно купить две хорошие машины прикинь или же за этот налог можно купить хороший мерседес новенький почти так что я думаю что и бюджет должен быть бюджет должен быть минимум три с половиной миллиона потому что вы готовьтесь тому что вы оплатите налог за то что тот человек оплатит у кого покупаете чтобы он показал полную стоимость а если даже найдете который квартире больше пяти лет я больше чем у и 190 я уверен что вам не понравится потому что большинство требует ремонта таких местах не дай боже вот вот вы спросили где каком районе может быть во всех районах хорошо инкаре старых домов очень много которым уже 40 50 60 лет старых домов очень много а хочется чем по свежее понимает чего-то посвежее чтобы 10-15 лет а такой найти очень дорого очень дорого вот такие дела ребята так что сложно стало очень сложно очень сложно сейчас не до жира будет бы жив я же говорю аренду не нет не найдешь квартира аренду абсолютно найдешь почти невозможно почти невозможно это удача если найдете за в аренду сейчас даже вот это лике айвалы яйла сртп вот этих районов если найдете допустим за 15 тысяч месяц это вам повезло вот вам и анкара не думать что здесь все дешево так-то особо то да квартир можно дешевле купить качественно большие да можно опять тоже не дешево стоит не так уж дешево но конечно как вы говорите к этому комментариях дешевле чем у нас там все равно же ну дешевле чё ну чё дешевле ну купил квартиру но у вас должен откуда-то приток денег чтобы на что-то жить надо надо что-то жить надо обычно большинство здесь турков я сколько смотрю турции живут хороших квартирах на съемных квартирах вот даже богатый образ живут на проценты шикарно живут шикарно припеваючи снимают шикарные квартиры а все там 35 миллионов короче которые могут они купить квартиру они нет они банк вложат и под проценты живут кайфует короче кайфую они не в лирах ставят лира по курсу но они привязывают или к доллару или к евро вот как доллар это им это как доллар упал все равно они свои проценты получают вот такие вот дела так что а покупает основном для поножи же если вот этого не было бы вы нажать обязательно надо по покупке мне кажется большинство иностранцев арендовали бы а эти деньги которые бухали бы до поставили банк короче жили бы на эту процент ну вот это вы ниже понимаете без веревки завязывать да короче вот так вот всех вам благ и доброй ночи пока